Здравствуйте, уважаемые зрители Prima Media Live! С удовольствием представляю вам сегодняшних наших гостей. Это Александр Владимирович Шершуков, секретарь Федерации независимых просоюзов России и главный редактор газеты «Солидарность», который является официальным печатным органом Федерации независимых просоюзов России. Рядом с ним находится Николай Васильевич Цивенов, специалист по связям с общественностью. Написано у меня о консалек в Санкт-Петербург. Это обман. А сейчас, я думаю, Николай Васильевич сам скажет. Да, небольшая неточность. На данный момент я являюсь заместителем председателя Молодежного совета Федерации независимых просоюзов России и заместителем руководителя Департамента организационной работы и развития просоюзного движения аппаратов НПР. Понятно, получилось будет правильно. И вот первый вопрос, естественно, что погудило людей из Москвы, из, ну так скажем, руководителей, они же из руководителей Федерации просоюзов приехать к нам в Владивосток в это время. У нас сейчас проходит здесь конкурс региональный по федеральному округу Школы молодежного профсоюзного резерва, стратегический резерв называется. Соответственно, аналогичные мероприятия уже прошли во всех других регионах, в большинстве федеральных округов. Соответственно, сейчас проходит региональный этап, который завершится федеральным этапом, который будет в 20-х числах октября в Москве. Ну вот, соответственно, здесь мы выступаем перед аудиторией, ну и участвуем в обсуждении с молодыми ребятами-проссоюзниками как-то, что называется, текущих проблем. Это ребята, которые со всего края? Да, не только из края, из сопредельных. Ну, федеральный округ. С Дальнего Востока. То есть у нас, просто немного дополню, у нас, получается, проводятся данные мероприятия по всем федеральным округам. И вот в данный момент как раз вот проходит мероприятие во Владивостоке, именно в Дальневосточном федеральном округе, окружной этап. И далее, в конце октября, они соберутся, все лидеры соберутся на федеральном этапе в Москве. Но я хотел бы также дополнить, что вот Александр, допустим, приехал из Хабаровска. Понятно, что сейчас сложная ситуация в федеральном округе. И вот как раз, я думаю, что Александр еще скажет об этом. Он принимал участие, в том числе и в объезде с нашим председателем территории затопления. Александр, что скажите, пожалуйста. Ну, сейчас просто я действительно сюда перелетел из Хабаровска. И там, значит, приехал председатель ФНПР Михаил Шмаков. И, соответственно, он был в Хабаровске. Мы ездили в Комсомольск-на-Амуре. И там мы встречались с профессиональным активом, соответственно, с губернатором Хабаровского края. И, соответственно, ну как? Во-первых, оценили, так сказать... Ну, правда, сейчас уже, конечно, вода там сошла. Хотя он с территории населенных пунктов, так сказать, краевого значения. Вот. Значит, выслушали проблемы, которые сейчас у людей. Сейчас ФНПР проводит всероссийскую акцию по сбору средств в помощь, значит, пострадавшим. Сейчас собрали уже около 30 миллионов рублей. Но это не только на Хабаровский край, соответственно. Это вот на три региона Амурской области, Еврейско-автономной области, Хабаровский край. Вот. И, соответственно, они будут перечислены в эти регионы для помощи членам профсоюза в данном случае. Ну, это логично, действительно. Профсоюз в понимании жителей России, ну, так скажем, Советского Союза, это как раз орган, который оказывал помощь. То есть профсоюзные организаторы шли, чтобы получить путевку, чтобы материальную помощь, если кто-то заболел, и так далее, и так далее, и так далее. Ну, где-то, где-то в понимании многих людей, может быть, старшее поколение, где-то роль и цель профсоюзов осталась такой же. Но я так подозреваю, что на самом деле это далеко не так. Ну, поскольку мы сейчас живем в другой экономике, в другой политической системе по сравнению с Советским Союзом, с другой социальной политикой в том числе, потому что почему в Советском Союзе профсоюзы распределяли путевки? Потому что под их управлением находился соцстрах. И, собственно, соцстрах платил за путевки. У профсоюзов была только функция распределения, по сути дела. Сейчас у профсоюзов соцстраха нет. Он живет своей жизнью в виде фонда социального страхования, в котором, кстати, вообще-то и оздоровление работников уже практически отсутствует. То есть сейчас бесплатных путевок, так сказать, нету. Не то, что по вине или, так сказать, без вины профсоюзов, а просто в государстве, по сути дела. И, конечно, сейчас у профсоюзов другие функции. И в этом смысле наши профсоюзы, они ничем не отличаются от профсоюзов, ну, я не знаю, Западной Европы, предположим, Соединенных Штатов. Потому что, по целям, во всяком случае, да. Потому что цели достаточно простые. Рост заработной платы, улучшение условий труда, улучшение охраны труда. Вот и все. Так по большому счету. Все остальное может присутствовать, там, я не знаю, какие-то развлекательные, оздоровительные функции. Но это уже как такое дополнение некоторое. Потому что если нет вот этих вот трех пунктов, первых, да, зарплаты, условия труда, охраны труда, то все дополнительные опции, они уже такие, бессмысленны, по сути дела. Вот сейчас, собственно говоря, профсоюзы, скажем так, перенастраиваются для того, чтобы работать в этом направлении. Я не буду говорить о том, что у нас сейчас идеальные профсоюзы. Потому что профсоюзы разные совершенно. Есть, которые работают нормально, есть, которые еще вот работают в стилистике. Помните, Шурочка, служебный роман, который успешно хоронит Бубликова, живого, кстати. Вот, значит, такой тоже есть. Но это не должно, так сказать, заслонять, что есть вполне нормальные, эффективные, успешные, успешные для работников, я имею в виду, профсоюзные организации. Вот этим и занимаемся, если коротко. Вот тогда вопрос к Николаю Васильевичу. Николаю Васильевичу, ну, раз речь зашла о Шурочке, то есть о профсоюзных работниках старого типа, которые, так сказать, сейчас как бы, ну, не скажу, что не нужны, может быть, они нужны в какой-то своей, так сказать, области. Я хотел бы спросить, вот привлечение молодежи, видимо, и связано с тем, что профсоюзам нужны какие-то новые люди, да, новые видения. Вот, насколько много членов профсоюза среди молодежи, насколько они активны в ведении профсоюзной работы? Ну, и вообще, молодежь и профсоюзы, насколько, так сказать, сейчас два этих слова сопережимы? Ну, что можно сказать по поводу молодежи и профсоюзов? 2013 год ФНПР объявлен годом молодежи. То есть вот уже 10 лет Федерация Незвестимых Союзов России занимается молодежной политикой. То есть у нас была в начале 2000-х принята концепция развития молодежной политики ФНПР и членских организаций. И вот в течение уже 10 лет мы планомерно развиваем это направление у нас в Федерации. Что можно сказать по численности? Это примерно одна треть всех членов профсоюзов, членов Федерации в возрасте до 35 лет. То есть молодежи одна треть. Молодежь принимает активное участие во всех направлениях деятельности наших старших товарищей. Порой даже где-то наши коллеги отдали нам карбланш на реализацию каких-то интересных проектов, в том числе и развитие в социальных сетях, допустим, коллективные действия, в которых молодежь принимает активное участие, флеш-бубы различные. То есть проведение и подготовка специалистов, молодых лидеров на должности, в том числе, вот как раз проект, к которому мы сейчас приехали, проект «Стратегический резерв», он именно касается развития и подготовки резервистов на должности руководителей членских организаций ФНП. Напомню, у нас есть отраслевые профсоюзы, которые входят в Федерацию, 46 отраслевых профсоюзов и 78 территориальных объединений, которые к нам входят. И они все полноправные членские организации нашей Федерации. В каждой есть молодые перспективные лидеры, и мы их выявляем, мы их готовим, мы их обучаем, и во многих уже территориях и отраслевых профсоюзов председатели ориентируются на вот этот молодой потенциал. Молодежь активно развивается. В этом году мы в рамках года молодежи провели несколько больших проектов, в том числе, я думаю, что, может быть, вы слышали и видели, как мы активно провели вместе с Российским, с Росмолодежью, агентством смену рабочая молодежь на Селигере, где устроили коллективное действие в рамках данной нашего кластера смены работающей молодежи. В этом году мы провели еще ряд мероприятий, и вот эти мероприятия, они позволяют с каждым годом все больше и больше привлекать молодежи именно в профсоюзные ряды. Опять же, вовлечение в члены профсоюзов, так называемый организм, западное слово, также в том числе ориентируется на молодежь и занимается в большинстве своем случае общаясью, сохраняются именно молодые специалисты. Поэтому молодежь у нас есть, молодежь у нас развивается, молодежь у нас процветает, и дай бог, и вот эта свежая кровь с каждым годом приходите, и больше и больше будет к нам. Прекрасно. А вот как бы вы оценили, вопрос на КБМ-собеседников, как бы вы оценили с точки зрения результативности и с точки зрения привлечения молодежи одновременно, работу вот нашей приморской территориальной организации профсоюза. Ну, не знаю, так если по, так сказать, по рейтингу территориальных профобъединений, ну, во всяком случае, в пятерку-то наиболее активных профобъединений ваше входит. Значит, это проявляется по разным направлениям на самом деле, у вас здесь регулярно проводится вот такое массовое мероприятие, которое, к сожалению, не проводится в других регионах. Это такие краевые, большие формы представителей первичных профсоюзных организаций. Это вещь такая очень серьезная, такая объемная и важная, потому что вот мне очень жаль, что в других регионах с такой регулярностью представители первичек не собирают и не спрашивают их мнение. Почему? Потому что, ну, это понятно, что представитель первичек часто не освобожден от основной работы. Человек, который занимается этим на общественных началах, который недостаточно защищен, допустим, от давления со стороны работодателя. Ну, то есть, как минимум, нужно знать его мнение, да, и, так сказать, сверять позицию профсоюзного органа с, ну, мнением, с людей, что называется, предприятие, да. То, что у вас здесь это проводится, это важно, и я считаю, как минимум, в этом направлении другим нужно скорее равняться. Это я так без такой, как бы, территориальные листья, что ли, говорю, да, вот, это действительно правильно. Вот, и, ну, с другой стороны, ну, скажем так, поскольку я в ФНП отвечаю за информационную работу, то я могу оценивать степень присутствия территориального профобъединения в СМИ, в печатных, в интернете или в электронных СМИ. В этом смысле у вас достаточно эффективно построена работа, на мой взгляд, вот, потому что информация о, не только о проблемах, значит, на уровне, там, первичек, на уровне, там, отраслевых крайкомов, да, но, значит, она не только регулярно присутствует в интернете, но и видно, что профобъединение активно занимается разрешением этих проблем. Вот это, на самом деле, классно. Вот вы являетесь и главным редактором газеты «Солидарно». Так сложилось, 13 лет назад уже. 13 лет назад? Ну, конечно, хотелось бы спросить, имеет ли название какое-то отношение к той солидарности, которая была в Польше? Это как-то вот связано, ну, чисто идеологически, или так получилось? Слушайте, ну, это связано, скажем так, настолько же с тем, что было в Польше, поскольку термин солидарности это один из основных принципов, на которых строится профсоюзное движение, в принципе, да, вот, извините за тавтологию, вот, поэтому, когда газеты учреждали, а это было в 1990 году, просто тогда возникла ситуация, что от профсоюзов еще в ВЦСПС ушла газета «Труд» в свободное плавание, так сказать, с тех пор и плавает отдельно, вот, а профсоюзам нужно было, ну, новым, учрежденным, видев НПР, Федерация Независтических профсоюзов в России, свое издание, и вот, сначала на уровне городском, Москвой, появилась газета «Солидарность», когда его учреждали, ну, может быть, и относились как-то вот к польским профсоюзам, но я не думаю, что так вот прямо, потому что в разных регионах, кстати, профсоюзные издания называются по-разному, потому что на территориях бывают свои профсоюзные издания, там где-то они называются, предположим, единство, да, значит, где-то там труд и время на Южном Урале, предположим, да, то есть люди проявляют творчество, да, но все равно, все-таки, в большинстве случаев это отсылки к таким, что ли, идеологемам или принципам, да, которые лежат в основании профсоюзного движения, ну, вот, как, например, «Солидарность». Ну, «Солидарность», конечно, один из... У нас, к сожалению, в обществе с этим не очень хорошо, это другая история. Ну, вот, хотелось бы от коллеги услышать, как бы, может быть, даже совет. Ну, у нас не секрет, что средства массовой информации больше стараются писать о вещах, которые, ну, легче продавать, да, какие-то сенсации громкие и так далее. Часто вот какие-то проблемы профсоюзные, если, конечно, не забастовка там, а, может быть, какие-то ситуации мало как бы заметны, но чреватые большими последствиями, которые бы профсоюзам хотелось бы разнести, ну, допустим, принятие какого-то закона или только желание принять какой-то закон, который ударит по трудящимся. Вот СМИ, как бы, скажем, не клюет на эти новости, а, видимо, ждет, когда все это разрешится. Вот все-таки, как все-таки СМИ и в том числе информагентствам не прозевать вот этой, казалось бы, скромной новости, которая, тем не менее, может, как говорится, взорвать интернет? Ну, вот смотрите, я вам сразу могу, так сказать, безвозмездно, то есть даром, значит, как говорил Винни-Пух, продать сразу несколько таких вот, значит, новостей. Вот, например, летом был принят несколько законов, Госдума приняла несколько законов, относящихся к Чемпионату мира по футболу 2018 года. То есть в случае, если Российская Федерация, я надеюсь, успешно переживет Сочи в 2014, потом наступит, значит, Чемпионат мира по футболу. Неуклонно. Вот. И, значит, их Госдума приняла очень тихо. Эти законы, вот все социально-такие трудовые законы, они должны проходить, есть такой орган, который называется Российская Трехсторонняя Комиссия по регулированию социально-трудовых отношений. Туда входят профсоюзы, правительство и бизнес-представители, да? Это орган при правительстве, и через него должны проходить все законопроекты до их внесения в Думу. Вот в обход этого органа, значит, это самое, наше замечательное правительство, дай бог ему всего хорошего, во всех смыслах это слово, вот, значит, принимает, вносит в Думу и Дума быстро принимает законы. Казалось бы, какое имеет отношение законы, относящиеся к подготовке футбольных чемпионатов, к трудовым отношениям? Выясняется, что в этих законах записано, во-первых, упрощение ввоза иностранных трудовых мигрантов на территорию Российской Федерации, в том числе и вне квот, да? Сейчас же устанавливаются ежегодно квоты, сколько иностранных трудовых мигрантов можно ввести, по заявкам работодателей ввести. Вот это вот вне квот. И, б, что существенно, значит, для организаций, для структур, значит, и для организаций подрядчиков, которые занимаются работами к этому чемпионату, для них, скажем так, вводится упрощенный вариант трудового законодательства, де-факто, по ряду направлений. То есть, значит, оплата сверхурочных, оплата в выходные дни, в ночное время и так далее, упрощение, увольнение и так далее, и так далее. Казалось бы, какое, ну, ладно, иностранные трудовые мигранты. Но если мы говорим про организации подрядчики, это кто? Это те, кто строит стадионы, предположим, да, и так далее. Это вполне российские, россияне работники, которые там работают, ну, строители, предположим, да. Получается, что для них ряд норм трудового кодекса просто убирается. Вот тема, которая сейчас, так вот, ее профсоюзы только вот реально где-то, поскольку и для нас было некоторой новостью, что в законах будет закопано вот подобные нормы, их приняли быстренько, а вот сейчас мы разворачиваем компанию по их отмене, просто, да, этих законов. Раз. Второй момент. Буквально в июле Минтрут разработал законопроект, посвященный малому предпринимательству. Тоже, казалось бы, в общем-то, ну, малое предпринимательство, в которой закопан ряд норм, которые, ну, так, для вот этого сектора зачеркивают фактически трудовое законодательство России по ряду пунктов, что я имею в виду. Ну, мы что имеем в виду, когда речь идет про малое предпринимательство? Ну, там, ну, парикмахерская, предположим, ну, там, магазинчик какой-то, да? Законопроект вначале расширяет, значит, количество работающих на малом предприятии до 100 человек. 100 человек в штате, это нормально, вообще-то, да? Это такое уже, не сказал бы, что совсем малое предприятие, да? Вот, значит, затем, а дальше начинаются игры с честным законодательством. Для вот этого, в кавычках, малого предприятия у работодателя с него снимается необходимость в, так сказать, принятии там локальных нормативных актов. Ну, то есть, что это? Это акты, которыми на предприятии устанавливается порядок, там, я не знаю, рабочее время, значит, условия работы, там, и так далее, и так далее. Все переносится в индивидуальные контракты с каждым работником, да? А дальше следующий финт. Изменение существенных условий труда работодатель должен предупреждать работника за две недели. Значит, понятен принцип, да? Ну да. Если за две недели тебя предупреждают, ты с этим не согласен, ну, дорогой товарищ, пишу заявление по-собственному, если ты не согласен. Сейчас, когда нужно предупреждать за несколько месяцев и выплачивать зарплату работников за это время, да, понятно, что это, ну, конечно, для работодателя дешевле, за две недели предупредил, так сказать, но это никак не связано с трудовым кодексом, который, значит, имеет место быть. А если еще сто человек под это дело подпадает численностью предприятия до, то это значит, что, ну, примерно для половины предприятий, которые в Российской Федерации существуют, вот в этом секторе, с такой численностью, для них эти нормы трудового права, они ликвидируются. Там же записано, что с работодателей снимается обязанность введения трудовых книжек, ну, и еще масса таких замечательных вещей. Значит, причем, значит, вы понимаете, это все выглядит вот, вроде серьезной организации, там, Минтруд, разработчик законопроекта, но выглядит это как какие-то наперстики. Вот знаете, почему? Потому что Минтруд якобы проводил общественное обсуждение этого законопроекта, ну, у нас же все сейчас общественное обсуждение, общественные советы, это все. Как это происходило? На сайте Минтруда, никого не предупреждая, вывешивается текст законопроекта, где-то вот в закопанном месте, в надежном, да? Он там висит месяц. Ну, понятно, что его никто не видит, не знает и не реагирует, соответственно. Но после этого Минтруд может четко сказать, у нас прошло общественное обсуждение, соответственно, да, вот, и претензий же не было никаких, все, можем, значит, вот. Сейчас, соответственно, на эту тему тоже мы поднимаем, ну, как кампанию, с тем, что данный законопроект, он просто не должен быть доведен даже до уровня внесения в Государственную Думу, в принципе, да, не то, чтобы принят, потому что, ну как, ну это зачеркивание тех трудовых гарантий, которые есть сейчас. Почему они должны быть зачеркнуты? Во имя каких-то, так сказать, экономии для работодателя на работнике? Ну, это неправильно. А в чьих интересах Минтруд-то действует? Вы знаете, вот по данным позициям, на мой взгляд, да, он действует в интересах работодателя, но действует как бы такого, в интересах, я бы так сказал, антисоциального работодателя, потому что нужно понимать, что в случае, если это будет принято, это явно ухудшит положение работника, а, и б, это явно просто приведет к росту социальной напряженности. Ведь, на самом деле, вот, приведу пример из такого ближнего зарубежья, значит, когда, значит, в Грузии полновластным, так сказать, что ли, властителем дум был, значит, гражданин Саакашвили, там, значит, в рамках борьбы, так сказать, за европеизацию Грузии приняли новый трудовой кодекс, в который внесли такие нормы, настолько, ну, как бы, в плохом смысле либеральные, да, что такого нет, ну, как сказать, даже в, ну, там, не то, что в Западной Европе или в Штатах, как бы, да, ну, представьте себе, там, туда была введена норма о том, что, значит, договор с работником работодатель может заключать в устной форме. Вы знаете, это вот из серии купеческое слово, да? Вот, значит, вот против этого сразу же начали бунтовать грузинские профсоюзы, вот, и дело дошло до того, что международные организации, трудовые, я имею в виду, включая, кстати, и Международную конфедерацию профсоюзов, куда и грузинский профсоюз входит, и российский, кстати, ФНПР туда входит, да, ну, как, была компания против, значит, этого трудового кодекса, и сейчас целый ряд положений его грузинские власти вынуждены отменять и, как бы, ну, приводить в какое-то соответствие с европейскими, ну, так, с международными нормами, да, то та же самая штука, и вот в отношении этого закона, ну, не закона, закона проекта, слава богу, закона проекта, который разработал Минтруд, это, как сказать, это, на мой взгляд, это просто глупость, на самом деле, которая приведет только к, ну, как, при нынешнем уровне расслоения социального в российском обществе приведет только к увеличению социальной напряженности. Вот и все. Я не думаю, что это функция, которую должен реализовывать государственный орган, так, это я так мягко говорю. А вот, скажите, пожалуйста, а вот мигрантов, которых становится все больше и больше, они каким-то образом объединяются в какие-то профсоюзы и обращаются к вам? Вы знаете, ну, я знаю, что была попытка создания, она сейчас есть, профсоюза работников мигрантов, иностранных мигрантов в данном случае имеет, вот, но она не очень такая многочисленная. Почему? Потому что, ну, понимаете, те же принципы, почему работодатели прибегают к услугам иностранной рабочей силы. Это же, как сказать, мы либо оперируем какими-то вещами, что работники не хотят идти на такие, значит, работы, российские, я имею попыток, ну, вот, со стороны наших профильных отраслевых профсоюзов, там профсоюз строителей предполагают, ну, это же мигрантов, занятые именно строительство, да, что приходили к ним, там, распространяли листовки на предмет того, что, ребята, давайте приходите, мы вам поможем, поддержим и так далее, да. Можно ли пример здесь привести, хороший, с мостом, между прочим, у вас здесь, китайцы, да, очень такая ситуация странная. Раз наши коллеги из Приморской Федерации профсоюзов, в том числе, и ходили к этой строительной компании, пытались там распространить листовки по созданию там первичной профсоюзной организации, тем не менее, на предприятия не были допущены, но были случаи обращения китайских граждан о том, что действительно задерживается заработная плата, а порой даже не уплачивается. Вот простой пример с Приморья. Понятно, но вот так это, если рассуждать логически, ну просто простая логика подсказывает, что если бороться за права мигрантов, если установить нормальные такие же права, как у граждан России, то работодатель вынужден будет брать на работу русских. У меня вообще другая идея в последнее время. У меня возникла такая идея на предмет того, чтобы установить для работников мигрантов законодательно зарплату в три раза превышающую зарплату работника-россиянина. Ну раз уж это такие уникальные работники, что Россия без них не выживет, значит им нужно платить действительно серьезную зарплату. 100 тысяч рублей работнику там, я не знаю, в ЖКХ и так далее. Я думаю, это работодатели наших тоже может стимулировать, так сказать. В России есть трудовые мигранты, которые миллионы получают. Он уже бежал, бросив все, значит, в Челси. Хотя бы он должен был сначала обратиться к вам в профсоюз за защиту. Кстати, между прочим, в России есть несколько профсоюзов, конкурирующих друг с другом, профсоюзов и футболистов. И это достаточно такая интересная тема. Более того, несколько лет назад по инициативе ФМПР был даже отдельный раздел в трудовой кодекс введен по регулированию труда спортсменов. Потому что это действительно такая достаточно уникальная тема, потому что контракты, которые они подписывают, вот эта система между клубами, когда они покупают, продают футболистов, либо хоккеистов, это такая, сейчас, кстати, обсуждается еще достаточно так активно, тема аналогичной главы в отношении, так сказать, творческих работников. Ну, то есть, вот театры, так сказать, и прочие, прочие вещи. И, кстати, в этом смысле очень интересно, раз уж мы, так сказать, находимся в средствах массовой информации, да, вот, тема защиты прав журналистов и вообще работников СМИ. Потому что вот когда начался кризис 2008 года, я не знаю, как у вас, а, допустим, в Москве одними из первых, кто попал, так сказать, под нож, были сотрудники СМИ. Почему? Потому что рекламные бюджеты упали, соответственно, у изданий, ну, там, либо электронных изданий в том числе, да? Значит, а дальше следующая история, поскольку существенная часть журналистов находится не на трудовых контрактах, а на гражданско-правовых, а это понятно, почему они заключаются. Потому что работодатель так слегка лукаво, так сказать, экономит там на социальных выплатах кое-чего там и так далее, да? Ну вот. Но для журналистов гражданско-правовой договор не выгоден. А почему? Потому что он разрывается гораздо проще, чем трудовой договор, без всяких обязательств со стороны работодатель. И первыми, кто попал, значит, были журналисты, которые в этот момент поняли, ну, так, начали понимать о том, что оказывается фантастическая тема трудовых прав, которые вроде бы, так сказать, какой смысл писать, да, там, неинтересная, да, она является вообще-то злободневной. И тогда возникли первые попытки, кстати, создать профсоюз журналистов. Правда, они пока что так еще во что-то более сильное не вылились. То есть вот есть такой профсоюз журналистов, который Олег Пташкин возглавляет, да? Но это как бы он тогда, пока его только, так сказать, создает, по сути дела. Вот. В то же время часть журналистов, допустим, входит в наш профсоюз работников культуры. Но это такие вот, скажем так, в основном такие редакции, оставшиеся, так сказать, еще только с советских времен, да, 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 с традициями, что называется. Я вам просто могу привести пример. В Приморье существуют, так скажем, организации, которые, ну, вот подчеркнули, не то что подчеркнули, а принципиально сохраняют какой-то советский строй, советские отношения. Вот это у нас есть карги. Дальпресс, который, ну, занимается изданием газет и так далее. Мне приходилось с директором разговаривать. У них все сохранено. И мало того, что социальный пакет, ну, и традиции, вот, путевки выкупать, и так далее, и так далее. Причем делается это принципиально. Нет, но это же неплохо. Это очень хорошо. Для работников. Ну, вот и в вузах, насколько я знаю, некоторых приморских, вплоть до того, что заботятся о ветеранах, поздравляют с праздником. Нет, понять, в чем дело. Это все неплохо, это хорошо. Проблема вот в чем. Проблема в том, что в организации, которые вот подобные советские традиции сохраняют, появились ли в них новые традиции, а именно в части, вот, как раз, зарплаты? А боюсь, что нет. Совершенно верно. Вот в этом проблема на самом деле. Тогда вы уже дали советы о том, что писать. Может быть, дадите совет, действительно. У многих сейчас возникает проблема в отстании своих прав, ну, перед работодателем. Понятно, что многие идут, скажем, в трудоинспекцию и так далее, подобное. Вот. Вот, допустим, какую-то организацию решили прибегнуть к помощи профсоюзов, а профсоюзов на своей организации нет. Вот. Как им создать? Ну, элементарно. Значит, должно для этого возникнуть классическое русское число 3. Ну, 3. Да. Значит, 3 человека в организации, значит, получают шаблоны документов из потенциального профильного профсоюза, который есть в регионе. Ну, потому что в регионе, скорее всего, там, есть краевой комитет, в данном случае, там, Приморский край, да, профильного профсоюза. Туда можно зайти, получить, там, шаблоны документов, да, которые достаточно элементарно заполняются, а организация встает на учет, соответственно, в краевой комитет, и только после этого, ну, так аккуратно, доброжелательно сообщает директор о том, что, уважаемый, там, Иван Иванович, мы теперь радостно хотим с вами сотрудничать теперь в форме официальной профсоюзной организации, которую мы, как бы, как граждане, не пытаясь вас, так сказать, как-то ущучить, вот. Потому что, знаете, ведь все руководители, они вот к факту создания профсоюза относятся очень трепетно, так вот, потому что, понимаете, до этого он только что был царь-бог и воинский начальник, а тут внезапно кто-то претендует на часть его власти, вот. Поэтому смысл не в том заключается, чтобы прямо вот сразу напугать страшного человека, чтобы он, так сказать, испугался и начал делать какие-то несуразные вещи, там, нарушать законодательство, вот. А просто сказать ему, что вот, что, ну, вот, мы использовали свои права, так сказать, создали организацию, и хотим с вами поддерживать только хорошие отношения. Ну, конечно, если у нас будет, там, зарплатка повышаться, права, так сказать, это самое. А он нам говорит, вы уволены, допустим. Нет, ну, смотрите, значит, смотрите, значит, риторический вопрос. Почему люди платят, и за что люди платят 1% своих, от своей зарплаты в виде членских взносов? За то, чтобы в случае вот подобной ситуации, профсоюзная организация, в данном случае не обязательно даже вот своя, которая на предприятии, а там, вышестоящая, ну, обеспечила юридическую поддержку, то есть, понимаете, когда у одного денег не хватает на юриста, да, для того, чтобы идти в суд, защищать свои права и так далее, да, вот, он пользуется, как бы, вот мы начали разговор с термином солидарность, да, вот, тот же самый принцип, это люди складывают в общую копилку свои мизерные ресурсы для того, чтобы тот, у кого возникла сложная ситуация, но не в виде членских взносов, э, матпомощи, а в виде услуги, юридической, там, я не знаю, там, специалист по охране труда, мог этим воспользоваться. Поэтому, если директор говорит о том, что вы уволены, ну, там, я не знаю, приходит человек из крайкома юриста, предположим, или там, из Федерации профсоюза Приморского края, да, говорит, уважаемый Иван Иванович, тут вы не правы, потому что человек, а, не уволен, б, значит, для того, чтобы его уволить, вам, значит, придется, как минимум, соблюсти все юридические процедуры, которые не очень просты, скажем так, да, это нужно еще доказать, почему сокращается должность, данный человек, и так далее, и так далее. А, в-третьих, в случае, даже если вы вот все это прошли, и его собираетесь уволить, то вам его нужно будет уволить в соответствии со всем действующим трудовым законодательством, со всеми выплатами, там, и так далее, и теперь подумайте, стоит ли из-за просто, так сказать, вашего убеждения, что, значит, профсоюз на предприятии невозможно, ввязываться во всю эту, так сказать, длинную тягомотину, или проще, в соответствии с законом, ну, как, построить какие-то нормальные цивилизованные отношения, тем паче, что люди-то не требуют чего-то такого, выходящего за рамки законодательства, так, по большому счету, да, вот, ну, вот. Ну, вот, у нас в последнее время, как-то, вот, меньше стало забастовок, у меня раньше помнится, ну, постоянно шахтеры бастовали, и так далее, и так далее, и так далее. Это почему? Потому что нас лучше стали права защищаться, или другие методы какие-то появились? Ну, нет, а сейчас ситуация проста, вот, больше забастовок, это, вот, на мой взгляд, да, это ситуация роста экономики, то есть, когда экономика растет, и больше пирог, который можно делить, там, между собственником, грубо говоря, и работником, да, тогда люди прибегают к, так сказать, вот, формах забастовок. А сейчас у нас, вроде бы, ну, по ряду отраслей наличествуют вполне кривичные явления, да, и в этом смысле, что такое забастовка? Это когда работник прекращает работу, и тем самым наносит урон собственнику, да, а если предприятие и так закрывается, ну, какой тут смысл объявлять забастовку? Это только, ну, как сказать, помогать собственнику экономить на фонде оплаты труда, так, по большому счету. Человек просто начинает искать другую работу. Ну, да, вот, и поэтому сейчас, допустим, в тех предприятиях, которые в сложной ситуации, а сейчас это, ну, я не знаю, алюминиевая промышленность, предположим, там, Русалы решил закрыть пять заводов по стране в разных регионах, соответственно, алюминиевую отрасль, и сразу большое количество людей, значит, ну, там, потенциально оказывается без работы. Значит, поэтому там, где, вот, горной металлургии против этого протестовали, да, они использовали формы не из обастовки, потому что бессмысленно, да, а это какие-то публичные действия, там, митинги, предположим, там, в Волгограде проходили, на Волгоградском алюминии, да, вот, значит, ну, вот такие вот формы, конечно, вот. С другой стороны, там, где долги по зарплате, к сожалению, люди иногда прибегают к методам, которые не описаны никак в трудовом законодательстве, там, голодовка, предположим, да, вот, значит, потому что это вообще, так, ну, как сказать, это такое протестное действие, которое вне трудового законодательства, да, ну, в общем, да, когда люди целенаправленно наносят ущерб себе, ну, отказываясь от приема пищи, да, И вот, мне кажется, что в подобных случаях, ну, как сказать, вот, как минимум региональная власть должна достаточно активно обращать на это внимание, потому что это явные признаки такого существенного неблагополучия. У нас был даже такой пример, нас слышали в Светлогоре, да, вот, кстати, люди пошли на голодовку, все это дошло до президента, причем с помощью местных СМИ, в последнюю очередь, в том числе нашего агентства, и действительно обратили на это внимание. Вы знаете, так получилось, что где-то через год после этих событий я там оказался, ну, пригласили на комбинат, показали, что и как. Я был просто поражен. У них всего через год после этого кризиса они вышли с прибылью в миллион рублей, ну, небольшая для такого прибыль. Тем не менее, еще поразила одна вещь. Люди первым делом, когда получили, ну, нормальную зарплату, они привели в порядок фасады своих домов. Ну, потому что сложили, скупили деньги, покрасили как-то, клумбы разбили, сделали себе красивый такой поселочек и так далее. Ну, там действительно было. Нет, ну, понимаете, это же просто иллюстрация к тому, что в подобных ситуациях государство должно проявлять волю. Так, по большому счету. Потому что предоставленные сами себе, предоставленные сами себе работодатели склонены к карнавалам в разных формах, как бы так вот образно выражаясь. В основном экономия на фонде оплаты труда. Вот. Ну, для этого существует государство, для того, чтобы как-то вот приводить в чувство. Здесь, в справедливости ради, я бы сказал, что еще Федерация Советского Союза в Приморском крае, в том числе, очень активно участвовала в этом комплексе Светлогорье. Да, и неоднократно и писала письма и на губернатора, и на президента. И мы, Федерация Советского Союза России, тоже с Москвы к этому подключались. И вот, конечно же, это было при помощи, в том числе, профсоюзов разрешен более-менее этот конфликт, который там. Но у вас еще другие предприятия есть. Еще в Дальнегорске есть, собственно, еще Гахакобор у вас до сих пор предприятие. Оно периодически является болевой точкой Приморья. И раз от раза они периодически, каждые два месяца задерживают заработную плату, о чем мы также пишем всевозможные письма. И правком приостановлюет работу, кстати, с такой же регулярностью. Поэтому, это Сергей Матвеев, если не ошибаюсь, представитель правкома, там очень четкий, на самом деле, наш товарищ. И в этом смысле, это пример того, как абсолютно действие по закону, не платите, не работаем. Не ждем, пока накопятся миллиарды, так сказать, денег, как бы, ребята, два месяца, два раза в месяц должна производиться выплата заработной платы. Там, грубо говоря, первого и пятнадцатого. Не произошло, ну, значит, так сказать, это самое. Как говорят следователи, не то тело, не то дело. А скажите, пожалуйста, вот как складываются наши профсоюзы, взаимоотношения с правительством, с политиками разными? То есть, является ли наше профсоюзовая сила, с которой считать? Ну, в данном случае, по примеру, в Светлогоре мы видели, что да, считать. Значит, смотрите, ну вот с правительством в последнее время складываются, честно говоря, странные отношения. Я уже перечислял вот эти законопроекты или законы, которые были пролоббированы правительством, значит, в Госдуме, либо пытаются через Госдуму провести. Это раз. Второй момент, было достаточно странное недавнее заявление Дмитрия Анатольевича Медведева. С одной стороны, публикации, которую он сделал в газете «Ведомости», и одновременно он выступил на международном инвестиционном форуме «Сочи-2014». Там, кроме всего прочего, относящиеся к нанотехнологиям, значит, так сказать, и прочим модным вещам, сказал следующую вещь о том, что с его точки зрения государство должно уйти от политики содействия занятости. И это все, конечно, было заявление, обставленное вещами о том, что нам нужны высокоэффективные рабочие места, нам не нужны низкоэффективные рабочие места. Это все понятно. Но это крайне серьезное заявление, на самом деле, потому что до этого момента все-таки государство всегда фиксировало, что мы стараемся, чтобы максимальное количество людей, чтобы снижать уровень безработицы, скажем так. Заявление о том, что мы не будем содействовать обеспечению занятости, означает, де-факто, раскрываются двери для роста безработицы. Сейчас безработица у нас в стране примерно 5%. При этом это безработица, когда люди получают пособие в диапазоне от 850 рублей до 4900 рублей. Это и когда говорится, что на эти деньги люди жируют, значит, и вот радостно, так сказать, не работают, чтобы, так сказать, кутить, значит, в вихре, так сказать, страстей, значит, их прогуливать, то это, я так думаю, что люди давно, которые говорят, давно в магазины не ходили. Они знают, то есть они с таким порядком цены, 4 900, они просто в реальной жизни никогда не сталкивались, не знают, что на них купить можно, да? При этом правительство заморозило пособие по безработице, его не повышало уже некоторое время. По-моему, могу ошибаться, по-моему, с 2009 года. Вот. Вопрос риторический, какой процент безработицы нам нужен для счастья в стране? Ну так, 10%, ну тогда нужно определиться как-то с самой, да? Вот в Испании, допустим, там процент безработицы 25%, но там повыше, на секундочку, пособие по безработице, то есть там на них, ну как-то, со скрипом можно жить. Да, 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 не умеют. Вот, и поэтому, когда глава правительства выступает с подобными инициативами, ну это, как бы, мягко говоря, это большие вопросы со стороны профсоюзов появляются. Такие же вопросы по теме пенсионной реформы. Да, это тема, что есть. Причем, вы понимаете, анекдот вот в чем заключается, значит, ну, конечно, большим достижением является то, что у нас во всех вариантах пенсионной реформы, которая обсуждается, нету явного повышения пенсионного возраста. То есть вот нужно понимать, что вот в Европе там повышение пенсионного возраста уже прошло, там 65 лет, 67, в Скандинавии там кое-где обсуждают тему повышения до 70 лет. Но это уже состоялось, да. У нас, значит, только в тех вариантах, которые излагаются, там стимулирование более поздного выхода на пенсию. Кто позже выходит на пенсию, тот больше пенсию получает. Но вот профсоюзы там уже на заседании РТК задавали вопрос, соответственно, в стране правительства, там, к тому же Минтруду и Минфину. Вот смотрите, как это, следите за руками, да? Значит, пенсионная реформа проводится из-за того, что в пенсионном фонде дыра в триллион, ну, примерно, рублей. Для того, чтобы закрыть эту дыру, правительство предлагает стимулировать более поздний выход на пенсию. И тем людям, кто выходит позже, платить больше денег. Но расходование на них больше денег, откуда они возьмутся, вот это большее количество денег? То есть, они физически откуда? Источник их появления в пенсионном фонде откуда? На это правительство ничего не отвечает, да, напрямую. Ну, и как, да, и как принимать подобную пенсионную формулу, которая предлагает большее расходование средств, не закрывая ту, как бы, лакуну, которая сейчас и так есть. Значит, конечно, наши, там, оппоненты из работодателей, они предлагают великолепные рецепты. Ну, там, типа, продайте пакет Газпрома государственный и покройте, значит, дыру в пенсионном фонде. Это, конечно, прекрасно. Зарежьте курицу, которая несет яйца золотые, и будет вам счастье. Ты что, говорят, а умазный фонд продать? Я даже не буду цитировать пословицу, которая руссконародная, которая, значит, кого кому продать и куда потом идти. Значит, это самое. Взрослые люди, а мы не где-нибудь, а средства массовой информации. Вот, значит, но, ну, понятно, что это такие решения такие предлагаются. Замечательно. Так вот, я к тому говорю, что совокупность вот всех этих предложений, которые сейчас следуют со стороны правительства, они вызывают очень большие претензии к нему со стороны профсоюзов. И поэтому 7 октября как раз те вот акции, которые проходили, собрался специально из полкома, а потом на следующий день генсовет ФНПР. И приняли решение проводить акцию 7 октября именно в виде митингов. То есть не в виде собраний, как было до этого, там, встретились с начальством региональным, поговорили какие-то, а именно в такой более жесткой форме. И пока что вот, но это вот я личное мнение выскажу, да, мне кажется, что градус такого напряженности в отношениях с правительством пока что будет только повышаться. Причем не по инициативе профсоюзов, а из-за тех странных действий и странных позиций, которые занимает правительство. Ну, правительство по многим просто занимает странные правительства, критикует и Ливанова очень сильно, и деятели науки выступают по всей стране. Ну да, да, но там понять, в чем дело, там же, это вы имеете в виду реформу РАНа, да, Российская Академия Наук. Ну, ну да. Ну что ж, я думаю, мы, кажется, поговорили о многом, и, по крайней мере, стало нам поднятнее, какую роль играет профсоюз в нашей жизни. И понятно, что, ну, главное даже не в том, какую играют роль они сейчас в жизни тех, кто является членом профсоюза, Главное, мне кажется, в том, что какую роль они могут сыграть в жизни тех, кто еще, кстати, не понял, что это один из инструментов, который позволяет бороться. Поэтому, если у вас еще не создан здесь профсоюз, я достойчивый к нему. Да, не ждите, пока что-то рухнет или что-то начнется, начинайте создавать уже. То есть, если мы объявим голодовку? Нет, зачем голодовку? Ну, зачем же не есть по собственной воле? Ну, то есть, по собственной воле можно лечебную голодовку объявлять. Такую, не с точки зрения. У нас, в принципе, пока нет причин не голодать, не протестовать. Ну, ладно, не будем заниматься пропагандой, а то в следующий раз сюда не позовут, не дают. Конечно. Ну, всего доброго. Спасибо. Спасибо. Спасибо.